Приветствую всех. Я решил все-таки записать это видео после того, как в тысячный раз очередной альтернативно одаренный написал, что гравитации нет, это фейк, ничем она не доказана и вообще все вы врете. Да и куча видео на каналах соответствующей тематики заманивают доверчивых зрителей очередной сенсацией. Как на такое не клюнуть? Так вот, обращаюсь и к зрителям и авторам подобных видео. А кроме как диванной аналитикой заниматься вы что-нибудь можете? Ведь если вам указать на сотни экспериментов, проведенных с целью измерить эту самую гравитацию, что вы начнете говорить в ответ? Это все масонская подделка, все эти статьи и эксперименты ничего не значат. Мне так Федя с Ютуба сказал. Что ж тут, как говорится, мои полномочия все. Вся мировая наука ничто против Федя с Ютуба. Так получается. Давайте разберемся. Что говорит очередной аноним с Ютуба? Гравитации нет, ее невозможно наблюдать и так далее. Давайте на этом пока и остановимся. Может для многих это будет новостью, а для кого-то и шоком. Но наблюдать ее все-таки можно. Нет, я не о том, что кому-то следует выйти из окна и проверить, есть ли гравитация на практике. Я говорю о том, что не нужно строить сложные и весьма чувствительные установки, вроде той, что делал Кавендиш. Ведь нам не нужно измерять точные значения этой самой гравитации. Нам же достаточно только зафиксировать сам факт, есть ли притяжение между телами или нет. Поэтому и установка для этого требуется намного проще. И тут уже все придумано до нас. Посмотрите этот небольшой эпизод. Еще в 50-х годах 20 века в московском планетарии был установлен занимательный прибор, который называется гравископ. Он может наглядно показать притяжение между телами. Конструкция достаточно простая. В длинной колбе на тонкой нити висит груз. К этой колбе приближает массивный свинцовый шар. Судя по размеру, массой 200 килограмм или чуть больше. На ускоренном воспроизведении становится видно, как груз со временем начинает притягиваться к шару. Материалы установки, естественно, не магнитные. Что же это получается? Вот она гравитация, простая наглядная демонстрация. Или это снова фейк, постанова и снова все врут? Эй нет, это так не работает, господа альтернативные ученые. Будьте любезны экспериментально опровергнуть, а не шуметь с дивана. Ведь вы же ученые, искатели истины. Так что же вы, вперед на баррикады? Что? Такое тоже слишком сложно собрать. Что ж, как всегда, приходится идти вам навстречу. Скажу по секрету, конструкции гравископов предостаточно. Специально для вас я выбрал, наверное, самую простую. Эта конструкция была опубликована в журнале «Юный техник» в 1972 году. Многие, наверное, помнят этот журнал. Так вот, этот гравископ школьного уровня для демонстрации на уроках физики. Кратко опишу конструкцию. Установка состоит из закрытой прозрачной емкости, разделенной перегородкой так, чтобы жидкость могла перетекать из одной половины в другую. В крышке каждой половины имеется тонкая капиллярная трубка. Емкость заполняется почти полностью так, чтобы сверху под крышкой остался тонкий слой воздуха. В капилляры шприцом вводится подкрашенная жидкость так, чтобы их уровень был одинаковый. Если уровень воды между половинками емкости изменится, это сразу станет видно по капиллярам. Причем, чем больше площадь поверхности емкости и чем тоньше капилляры, тем заметнее будет подниматься жидкость в этих капиллярах. Например, если емкость имеет размеры 10 на 20 сантиметров, а капилляр сечения 1 миллиметр, то изменение уровня воды всего на 1 микрон приведет к подъему воды в капилляре на 2 сантиметра. Более чем достаточно для наблюдения, как мне кажется. Ну и смысл работы следующий. Подносим к любой половине емкости массивный объект, вода притягивается и перетекает из одной половины в другую. Уровень воды в емкости меняется, вода в капилляре поднимается. Все просто. Главное соблюсти пару несложных условий. Во-первых, после заполнения емкости дать воде успокоиться. Во-вторых, ставить ее нужно на устойчивое основание, чтобы исключить возможность раскачивания и наклона. Вот и вся методика простой и наглядной демонстрации гравитации в действии. Где вы так называемые альтернативные ученые? Кто смелый? Кто не боится случайно доказать гравитацию? Или будет, как обычно, тысяча отговорок, почему вы это делать не будете? Ну тогда какие вы после этого ученые и исследователи? Только эксперимент, проведенный вами лично, имеет максимальную ценность, раз уж вы всех обычных ученых забарковали. Пока вы не проведете хотя бы этот простой эксперимент, советую вам даже не заикаться о гравитации и о том, что ее не существует. От себя добавлю, если кто-то все-таки решится, причем это касается не только альтернативщиков, я готов финансово помочь со сборкой и установкой. Если это кого-то заинтересует, готов обсудить детали в комментариях. В общем, решение, как всегда, за вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok